Отец Дмитрий, в послании президента тема семьи, здоровой семьи, прозвучала среди приоритетов на первом месте. Как вы в целом оцениваете послание президента и именно с позиции этой темы семьи? Послание такое жанр, что там оно очень насыщенное. И, конечно, я не могу рассуждать о всех темах, которые там изложены, некомпетентен в достаточной степени. Но о том, что на первое место поставлена семья, я с этим совершенно солидарен. Потому что народ состоит из семей, а народ образует государство. Если у нас семья начнется ее восстановлением, то есть она будет крепче, если действительно государство будет ее поддерживать. Если возникнут даже какие-то такие законодательные приоритеты, начнется обучение вообще людей тому, что есть семья. А то, представляете, ко мне приходят двое молодых людей и говорят, мы хотим повенчаться. Я говорю, замечательно, хоть сейчас. Только ответ на один вопрос. Что такое невеста? Ни он, ни она мне не смогли объяснить. Представляете, как далеко мы ушли. А ведь не знаю броду, нельзя лезть в воду. Поэтому много чему учим детей в школах и через всякие другие технологии, в частности, телевидение. Но вот тому, что есть семья и тому, как надо. Скорее всего, люди оповещают о всяких интуициях отдельных людей, которые женаты по 5-6 раз. И ясно, что это никаким образом не может служить неким ориентиром. Что есть на самом деле? Ну, вообще, даже что-то учение церкви. Потому что наш народ-то возник как народ христианский. И когда президент говорит о традиционных ценностях, то имеется в виду христианские ценности. Безусловно, потому что никаких других традиций, кроме христианской и очень короткой традиции советской, у нас, в общем, и нет. Поэтому предполагается, что это возврат к тем ценностям, которые создали наше государство, так сказать, от Аляски до Польши. Которое ужимается в связи с большими потерями в нашей семейной сфере. Поэтому мы из самого высокоплодного народа в Европе превратились в вымирающие. Слава Богу, тенденция отступает. Это очень замечательно. И земли собираются. Это тоже очень важно. Русские люди опять потянулись в один народ. И если мы преодолеем те испытания, искушения, которые существуют сейчас для России, искусственно созданные и такие по нашей недальновидности, то, конечно, я думаю, все вернутся в исконно русские земли, которые, собственно, и строили деды, прадеды, прапрадеды. И так до конца, до Владимира Красное Солнышко, а может быть, даже и раньше. Отец Дмитрий, какие инициативы, можно сказать, наставления, предложения правительству и нашим законотворцам со стороны президента в отношении развития семьи вы отметите в послании? Ну вот, меня очень порадовало такое отношение к крымчанам. Потому что, ну, действительно, болезненный переход. И вот, материнский капитал, который, ну, отступает, как бы, назад в глубину, когда мы, как государство, не несли никаких обязательств по отношению к крымским матерям, то протянута рука подставили плечо. Это просто замечательно. Ну и то, что продлевается время, когда будет выплачиваться материнский капитал. Тоже очень важно. Но мне кажется, что и на этом не нужно останавливаться. И очень важно, чтобы, собственно, президент в первых строках об этом заявил. Это как бы вот, ну, весьма греет душу и очень отрадно. Вот патриарх на молодежном форуме озвучил, да и вы вот сказали, что ориентир – это какой-то опыт людей по 5-6 раз разведен. И патриарх сказал о неком тотальном, общетотального развода, который сейчас в головах, в мыслях присутствует. Вот какие, может быть, со стороны поддержки, со стороны государства и, может быть, в совместных усилиях с церквью нужно выполнить задачи для того, чтобы избавиться от этого общества тотального развода? Я все время на эту тему думаю, но ведь главное орудие, ну, например, церкви – это просвещение. Я не думаю, что какие-то финансовые технологии или улучшение быта людей – это каким-то образом серьезно сдвинут эту ситуацию. Потому что даже несмотря на то, что материнский капитал – это очень важная вещь, но все-таки мотивация на рождение детей – это не деньги, а совсем другое. Мне кажется, что государство могло бы, ну, своей силой и властью, в силу того, что, ну, многие мальчики наши вообще не имеют отца, а школа – это практически женское воспитание. Хотя педагогика – это мужское дело, а не женское. И, в общем, это большой изъян. И вот если, ну, хотя бы как минимум, ввести такой предмет в школе, нужно не просто этика и эстетика семейной жизни, а какая-то такая абстрактная вещь. А если вернуться уже к ценностям традиционным, то ведь даже и Бог, это же не зря Он нас создал такими, что есть мужчина – это один пол, и есть женщина – другой пол, и есть дитя. Вот это есть отражение нашего троического сознания и создания по образу Божию. Поэтому семья всегда рассматривалась как малая церковь, где определенным образом распределяется ответственность. И это, ну, просто надо учить, как отче наш, чтобы каждый юноша и девушка знали, чтобы вступать в брак ответственно. А у нас так получилось в обществе, что главное – это платье, лимузин и размер стола для будущего брака, что на самом деле вообще мало отношений имеет к будущей жизни. А на самом деле вообще счастье человека зависит от того, какова его семейная жизнь, как он сумеет ее построить. А для этого нужно вот все начинать учить, как выбирать человека, с которым будешь строить дальнейшую жизнь навсегда. Вот это мне представляется очень важным, потому что если вот с молодыми людьми на эту тему беседовать, а опыт, понятно, церковный такой есть, то результат бывает, конечно, очень хороший. И, конечно, такое горе, как развод, случается и в приходах, но все-таки несравнимо. Вот поэтому, если устроить какие-то совместные программы, допустим, церкви, мечети, совместно с ЗАГСами, потом можно вернуться к общеевропейской практике, чтобы брак заключенный в религиозной организации, он признавался государством. Ну, нет нужды это раздваивать. Просто он признавался, как это, везде в Европе и даже в Америке. И тогда уже церковь с большим основанием будет брать на себя функции из ЗАГСа и одновременно предлагать врачующим здравое учение о том, что есть брак. Потому что каждый уже будет выбирать себе религию, в которой он заключает брак или конфессию. И, соответственно, ей и тогда решать, как ему быть в дальнейшем. И можно в тот период, когда молодые готовятся уже к совершению этого сакрального акта бракосочетания, за этот период их просто подготовить. У нас будет целый месяц, который нужно будет проводить не вставление в списки гостей, а что-то узнать, увидеть. Для этого можно даже выделить какие-то бюджетные средства для создания специальных обучающих фильмов. Тогда это будет очень легко сделать вообще. Просто распространить по всем церквам, как вам дано такое право, где внутри храма будет одновременный ЗАГС. У меня, например, вот такая идея. Ведь есть же выездные ЗАГСы. Можно то же самое организовать и при храме, и при мечети, и при синагоге. И получает человек государственный документ. И одновременно тот человек, который отвечает за воспитание будущей семьи, предлагает им об этом здравое учение от той религии или конфессии, которую он представляет и в которой живут молодые. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.